История о нарушениях на едином национальном тестировании получила продолжение. О сборе денег за помощь при сдаче экзамена заявила родительница выпускника одной из школ Алматы. По ее словам, в учебном заведении с папой мам собирали по 40 тысяч тенге. Как в Министерстве образования прокомментировали этот скандал, расскажет Жанна Рахимжанова. Дочь Мадии Турибаевой – выпускница школы Алмалинского района Алматы. В преддверии ИНТ, по словам женщины, руководство учебного заведения поставило родителей перед фактом. Необходимо собрать деньги, чтобы дети могли пройти на тестирование с сотовыми телефонами. Речь шла якобы о нескольких десятках тысячах тенге. Необходимую сумму родители собрали, только запрещенные предметы в итоге организаторы у детей изъяли. О возвращении денег речи даже не шло. Видимо, что-то не срослось или что-то не получилось. Ученики не пронесли эти телефоны. Но деньги, тем не менее, были заплачены. Причем каждый раз в течение всего года проводилось, я не знаю, штук 20 или 30. И ученики каждый раз вынуждены были сдавать по 2000 тенге на эти тесты. Я знала брошюры. ИНТ рассказали в фонде Улагат-Тыжануя. Общественники предоставили фотографии, сделанные 2 июня в Казын-Ту имени Сатпаева. Экзамен тогда сдавали школьники Житсуского района. На снимках видно, как обидуются сотовыми телефонами. Коллективно решают задачу. Все это в присутствии. Общественники говорят, открыто заявлять о поборах родители боятся. Хотя, по словам юристов, в этот закон на их стороне. Вот вы задали вопрос, является ли взяткой. Когда дают давать взятку, и впоследствии обращаются, или до того обращаются, это уже не является для него наказанным. Потому что человека вынудили. То есть, я думаю, что если они расскажут о том, что они дали эти деньги, значит, их будут наказывать. Ничего подобного. В МИБ образовании, между тем, провели расследование. Мы получили ответ на наш запрос, и по данным чиновников, информация о сборе денег в школах Житсуского района не подтвердилась. В ведомстве признали, что случаи использования запрестов на ИНТ действительно были. Возможно, именно их и засчитают чиновники. Стоит отметить, что снимки сделаны с камер видеонаблюдения. На каждом из них указана дата и время. И видно, что некоторые абитуриенты пользовались телефонами на протяжении всего экзамена. Общественники, между тем, считают, что ответственность за нарушения должны понести не дети, а представители Министерства и Управления образования Алматы.